ребятки наверно будут так снимать видео потому что на улице жара плюс 40 я хочу пить и естественно рассказывать о маст хэвах никса поехали я зашопилась в никсе посмотрев в интернете предварительно найдя продукты которые являются так называемым маст хэвами некоторые у меня было это фиксирующий спрей от них с влажным эффектом его я нанесу потом блин наверное покажу сейчас быстренько все все это линжери в матовом и переливающимся варианте шиммерном все естественно нюдовое есть тени и есть помада это лип линжери это линжери мат лид эти переливалки я использовала в макияже gg habit для обложки vogue многим они уже тогда приглянулись остальные тени я докупила уже взяла тональный крем от nix hd базу под глиттер я купила уже давненько и моя любимая hd пудра дам второй шанс базе ангельская вуаль карандаш в оттенке который мне понравился и я взяла просто контурирующие румяна эти почему потому что палетки три шага нету благодаря знаете кому гуар и мариинску новой спасибо вам девчонки заходишь просто в них с в один хорошо мой путь я сначала заехала в них с которыми находится в мире потом в капитолии потом ник с которой и курской и завершающим этапом nix на охотном ряду нигде нету контурирующей по палетке в оттенке fair степ бай степ три шага называется она я такая ну ладно не попробую эту палеточку но возможно сказали будет скоро новый завоз и они появятся и возможно я в каком-нибудь из видео покажу и скажу все-таки понравилась она мне или нет но пока что я взяла оттенки румяна в оттенке taupe тональный крем я этот попробовала в магазине я выбирала между каплевидным и этим и этот мне понравился намного больше такую текстуру я приемлю на себе лучше да и на других оттеночек у меня sand beige ждет он что он должен делать выравнивать лицо создавать эффект фотошопа и бла-бла-бла так хочу а нигде зеркало нет я кстати недавно свое зеркало разбила вот так потом может быть тут у меня в палетках есть зеркало кушоне я нашла зеркало и я буду смотреться в него я забыла нанести праймер какая жалость но я его сейчас нанесу на другую сторону лица я говорила у геворга то что этот праймер я использовала уже в принципе давно и мне он не понравился из-за того что его советовал кстати марк ауфман ангельская валь это обыкновенный праймер это обыкновенный праймер который скрадывает поры он лучше чем baby skin от мэйбелин но он выбеливает лицо он не пропадает как бы прям не сливается с кожей и если нанести как-то неравномерно то тоналка может поверх скатываться вот уже видна разница но знаете это не идеальный праймер и уж точно не праймер на каждый день мне кажется это просто такой удар для кожи но если хотите прям такой жесткий фотошопный эффект то конечно и на сторону с праймером лучше нанести тон бьюти-блендером это не будет стягивать его на какие-то другие участки кожи хотелось бы нанести консилер но он тут нам совершенно не нужен потому что среднее или даже полное покрытие делает этот тональный крем особенно с помощью бьюти-блендера вот мне кажется бьюти-блендер это самая такая удачная покупка здорово и закреплю лицо я своей пудрой любимейшей мне уже тут все стерлась но не любимейшей когда это используются со вспышкой от nyx потому что она делает такие мукообразные отцветы как у анджелина джолина и и неудачных фотографиях поэтому наносить ее нужно очень-очень-очень тонким слоем и таком нанесении она совершенно не утяжеляет лицо и создает эффект фотошопа в дополнение к этому тональному крему я думаю он усилится двукратно вдохновилась идея кого-то кто писал мне в комментарии что ему понравилось видео полностью когда на лице один бренд то есть тогда у меня был в прошлом видео буржуа сейчас nyx бушуа мне тогда прислали слайм сами а для никса я сейчас закупила с маст хэвами и мне в принципе это реально очень понравилось эти продукты эти продукты я буду дальше использовать и видео будет интересно их показать как они работают может быть какой-то продукт и не сработает на лице но это уже посмотрим и проверим спонсор сегодняшнего видео сервис промокодов пикоди.ком и специально для этого видео мы сделали промокод до конца июня и может быть еще в каких-то числах июля он будет действовать nyx 20 процентов и все продукты которые я сегодня показываю вы можете приобрести с 20 процентной скидкой переходите по ссылке в описании я между прочим покупала эту косметику без 20 процентной скидки так что уж перейдите по ссылке и посмотрите что там такое пикоди это сайт промокодами которые генерируют промокод именно вам то есть если вы зайдете на этот сайт то вам сгенерируется ваш уникальный промокод и вы часто наверное заходили на сайте в магазинах вечно заказываете там например окошко промокод видите промокод и всегда нужно вводить промокод я всегда ввожу и иногда заходила на какие-то левые сайты вообще находила промокоды теперь я пользуюсь пикоди он ищет уникальные промокоды с максимальной скидкой чтобы была самая большая скидка которая существует пикоди 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 работает во всех странах снг то есть украина казахстан с недавнего времени беларусь украина россия в общем все такие вот страны бывшего советского союза эх была страна раньше дальше буду использовать румяна в оттенке taupe который наверное есть у каждой бьюти блогерши или любительницы макияжа но оттенок правда похож на оттенок мой любимый фаун от анастейш певерли хиллс сейчас проверим как он будет смотреться немножко сниму на руку так может быть даже не надо снимать чем мне нравится контурирующая палетка от анастейш и с ней нельзя переборщить конечно же можно совсем можно переборщить но допустим пару набранных движений ничего вам не сделают а на лице создадут легкую дымку и вы можете наслаивать наслаивать и это показывает качество продукта у них серый оттенок не уходит совершенно в ржану даже немножечко в розовый я не люблю как наверное любой другой человек покупать ненужный продукт мне сейчас законтурирую немного носик не знаю получится это у меня или нет получается ребят получается я думаю оправданный мастхэп следующее что я приобрела это кремовые тени 19 номер так самое приятное то что он без ржаной ржана просто иногда бывает конечно зло когда ты хочешь создать натуральную тень эти тени мне просто понравились и я подумала что это будет однозначно моим мастхэп создание любых легких образов чтобы не использовать допустим paint вот от мак можно использовать эти тени и просто сделать допустим стрелку или накрасить ресницы можно также в принципе вместо этих коричневых кремовых теней использовать румяна которыми контурировались потому что они тон в тон подходит по этой гамме просто как будто бы моя тень еще слились со скулами блин такой наборчик и классный создала кто-нибудь бы мне его посоветовал бы раньше мой дневной макияж стал бы намного проще покажу переливающиеся кремовые тени которые я уже повторюсь показывала видео про макияж джи джи ходит один оттенок асфальт он называется не асфальт конечно это 05 и 01 посветлее цвет шампанского пальчиками возьму оттенок асфальт нанесу на центр века это знаете аналоги теней аналоги тинта форма не и светлый оттенок я нанесу на внутренний уголок глаза сейчас я закреплю все фиксирующим спреем пока он будет работать он уберет эту напудренность с лица и будет такой влажный эффект ну не такой влажный как в прошлом видео поехали дальше 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 я покажу карандаш который возможно но не точно я накрасила и приклеила ресницы для губ я взяла оттенок мауф 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 английский на вас на высоте как бы возможный конкурент моему мауф 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 собачок карандаш это однозначно моя тема оттенок . мне нравится немножечко у伊вен собо он розовее снова макияж в трупных тонах как я это обожаю если вы думаете что на этом все нет на этом не все трупного оттенка помаду так куда мне нанести оттенок 18 это более бежевый нюд походу знаете это моя косметичка на ближайшее время потому что мне этот макияж очень понравился обалдеть просто некоторые продукты я использую первый раз как например вот эту помаду легкий коктейльный макияж совсем не вычеркну столько вопросов было по поводу того что нанесено у меня на веках в видео про помаду line crime у геворга это там это ну к просто очень дешевый пигмент но у него не сильно мелкий помол поэтому он как небольшие такие блесточки его можно наносить просто на какую-то базу но с нее они будут отваливаться и я люблю как раз таки наносить на вот такой вот праймер от nix глиттер праймер видите такой уже получился полноценный макияж make up туториал недорогой пигмент рассыпной наверное да наверное точно буду повторять его покупку потому что использую его во многих видео на голое веко ну то есть праймер он дает мокрый эффект на какие-то поверх тени он уже открывается совершенно по-разному соль в том что он зеркальный мне нравится за то что он кремовый а не какой-то гелевый и жидкий не растекается как дюралайн дюралайн вообще не предназначен для того чтобы наносить блестки и такого удобного комфортного и недорогого праймера вариантов нет что использовать и на что лепить блестки на что лепить какие-то покрупнее какие-то пигменты как например очень зеркальных карпов от а метаноки либо блестки от make up forever не прилепить ни на что другое только взять какой-нибудь прозрачный латексный клей но зачем портить себе глаза это были все мои мастхэв продукты от никс если подводить итоги что я выкидываю из списка мастхэвов это база английская вуаль которая скрадывает поры и я скажу что этот продукт далеко не мастхэвный этот продукт использовать нужно только по крайней надобности если у вас действительно широкие поры или если вы собираетесь на какое-то мероприятие хотите купить недорогой нормальный какой-нибудь скрывающий пор поры праймер остальное это тональный крем с эффектом фотошопа идеален для съемки и для обычной жизни мои любимые тени которые это помада любимейшие тени в трубных оттенках ты даже блин они не трубные они немножко даже невестошные особенно оттенок шампанского этим вы можете сделать себе дорогие смоки конечно же помада и карандаш я бы посоветовала брать в таком варианте помада чуть посветлее карандаш чуть-чуть потемнее и создается идеальный нюд лично для меня такого пыльный розы на пудры для жирной и даже для сухой кожи подходит хорошо единственное оставляет белые высветы можно взять эту пудру если уметь ей пользоваться то есть наносить очень тонким слоем случайно ну вы как-нибудь на ковровой дорожке выходите вас щелкнули на вспышку вы такие блины и я сегодня недорастушевала свою пудру ну блин для обычной жизни это офигенная пудра я люблю не матовую версию а влажную версию этого фиксирующего спрея потому что мы я хочу еще больше склеить эти слои ну то есть макияжные и естественно мне что-то нужно для этого сверху нанести и это спрей который можно нанести даже просто как увлажнение но собственно макияж надеюсь в каком-нибудь времени я все-таки куплю ту контурирующую палетку не интересно какой там желтый оттенок будет ли он как оттенок банана из палетки настоящего everly hills и будет ли тот темный оттенок который там контурирующий оттенком фаун тоже ну как бы просто можно ли снять аналоги люкса с той палетками как-то вот так эти румяна холодного оттенка тоже советую глиттер праймер мне кажется на это можно даже приклеить ресницы ну вот как-нибудь плохой день когда ты потерял клей для ресниц и с я не советую клеить на это ресницы как бы мне кажется что там есть что-то латексное такое да они не отваливаются в течение дня и очень хорошо для лип арта если вы любите наносить блестки на губы вот такое вот видео у меня получилось не забывайте переходить по ссылке получать 20 процентный промо код потому что он скоро сгорит может быть вы какие-то продукты купите напополам с подругой например от этого праймера хватит на не знаю 10 лет использования ну конечно же нет ну блин его хватит на очень долгое время использования с вами была дарья кей до скорых встреч пока пока увидимся в следующих видео